Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискик. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор моих бюджетных покупок, которые я совершала в последнее время. В кадре меня сегодня не будет, потому что я немножечко разборелась. И если вам интересно узнать, какие я бюджетные покупки совершала за последнее время, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Усаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусное. Главное, чтобы это было полезное. И я вас приглашаю к просмотру. Давайте начнем! И вот, вон, вон, вон она. Первое, с чего я хочу начать обзор своих покупок, это покупка вот такого вот гельчика для умывания о чистой линии. Идеальная кожа гель для умывания глубокого действия. Обзор уже на данный гель для умывания у меня есть, и ссылку на это видео я оставлю. Конечно же, чтобы вы посмотрели. От себя еще могу добавить то, что мне, в принципе, понравилось, как смывает гель грязь с лица. Конечно же, мне кажется, макияж им тоже можно постараться смывать, если у вас есть определенные гаджеты для умывания. Но меня он устроил. Сейчас я этим гелем мою кисти, с лицами, которыми я наношу макияж именно на лицо. Я им смываю для того, чтобы был антибактериальный эффект. Потому что у меня кожа просто склонна именно к высыпаниям, а здесь, мне кажется, такой определенный антисептик будет. Потому что у меня в большей степени кисти из натурального борца. Хотя я знаю, что кисти из натурального борца желательно мыть шампунем. Здесь обычно определенный дозатор. Гель достаточно густой, хорошо умылится. И, в принципе, он стоит всегда в такой вот... У него очень удобная крышка, потому что он стекает весь по стеночкам. До капельки вы его можете использовать, потому что удобная у него эта упаковка. Мне, в принципе, нравится. И купила я его в Magnet Cosmetic что-то в пределах 80 рублей. Это мегабюджетный гель и умывание, мне кажется, на сегодня. Следующее, что я хочу вам показать, тоже от производителя, от компании Чистолиния. Я купила себе на пробу вот такой вот крем дневной для лица, для сухой кожи, лепестки роз и алтей лекарственный. Я очень много отзывов слышала на этот кремушек. И все его хвалили. Ну, в большей степени то, что он действительно очень хороший, не вызывает аллергии, замечательно увлажняет. И работает как база под макияж. И меня соблазнило и отзывы, и то, что в магните он стоял по 41 рублю. И я решила, почему бы не попробовать, не взять. Ну, конечно, тут такая коробочка, очень красивая, все розочки красивые. Меня разочаровало то, что в этом креме не было никакой фольгированной заглушки. Для меня это, конечно же, определенный минус, потому что срок годности у косметики 6 месяцев. И кто его знает, может быть, поэтому на него и скидку сделали, потому что он уже там давно, его все открывали. Ну, не знаю, я его, конечно же, по тесту вначале, как он сработает на моей руке, а потом, возможно, я его нанесу на себя. И если вы пользовались таким кремушком для лица, конечно же, пишите свои комментарии, мне будет интересно узнать ваше мнение. Давайте посмотрим текстуру данного кремушка. Текстура у него такая кремогелевая, достаточно легкая. Пахнет, одушка у него травянистая, такая, знаете, идет. Но он не силиконистый, могу сказать. То есть у него нет явного силикона, то есть он как бы... Ну, посмотрим, девчонки, сейчас как раз нанесу и проверим, как он сработает на руке. Но увлажняет он достаточно сильно. Хотя нет, наверное, силикон присутствует, потому что ручки скользят. Ну, посмотрим, как он поработает. Срок годности у него до 2020 года, так что использовать нет. Так я его просто на ручке измажу, тем более 41 рубль, очень даже бюджетно. Следующее, что я хочу показать, это кремушек от бархатных ручек. О нем долго я говорить не буду, кто меня смотрит давно, вы знаете, что это фаворит. А если вы зашли ко мне впервые на канал, могу вам сказать, что это просто обалденный ночной крем, который действительно восстанавливает кожу рук. Если вы так же, как и я, к примеру, очень много... Как я и нот полоском, то вы посуду моете, то еще какие-то домашние дела делаете. И вообще, в принципе, у вас в офисной работнику, у вас от бумажной работы пересыхает кожа рук. Ну, присмотритесь к данному кремушку, он действительно очень хорошо питает ваши ручки, и они становятся такими увлажненными, напитанными. И не надо больше никаких кремов в течение дня наносить. И я знаю, когда я работала в офисе, это не всегда удобно, когда там нужно постоянно увлажнять свои руки. А тут просто за ночь вы установили свои ручки, с красивыми ручками пойдете уже в мир, так сказать. Так, следующее, что я хочу показать, что я купила, это вот такой вот Доктор Пров. Данная косметика у нас представлена в санге-стиле. Могу сказать, что этот спрей у меня идет в классической версии с экстрактом алоэ, витамином Е. Если будет видно, вы увидите, что алкоголь здесь содержится аж 62%. То есть он максимально действительно обеззараживающий такой антисептик. И мне кажется, такие вещи, они всегда должны быть в вашей сумочке, для того, чтобы в любой момент времени вы могли просто обеззаражить свои ручки и убрать лишние бактерии. Ни разу меня за все время, это моя вторая упаковка, предыдущая упаковка меня ни разу не подвела в плане спрея. Выпрыскивается он до конца, все с упаковкой хорошо. И цена его 100 рублей, мне кажется, это очень классная цена за такие вещи. Следующее, что я хочу показать, что я купила, это детский шампунь Наша Мама. И это тоже моя любовь на протяжении уже долгого времени, уже 4 года практически, девчонки. Да, ну меньше, 3 с копейками лет на протяжении уже, так, ну да, 3 с небольшим годом на протяжении вот этот шампунь мы покупаем. И я никакой другой шампунь не хочу покупать. У него хороший состав, мне нравится, как он работает на волосиках моего сына, мне нравится, как он промывает, мне нравится то, что волосы действительно очищены. И нет никакой силиконистой пленки, скальп хорошо промывает. И я волосы ребенку мою практически каждый день, потому что, ну, мне кажется, свежесть ребенка должна быть всегда, чтобы мы принимаем душ каждый день, и ребенок моет волосы каждый день. У него ничего нигде не пересыхает, и поверьте, девчонки, все нормально, все хорошо, поэтому проблем никаких нет, просто определенная чистота должна быть всегда. Так что вот так вот. Следующее, что я купила, это было два мыльца от Камэй, это просто мои самые любимые сейчас мыло, Камэй с лавандой и Камэл, Камэй, и у нас идет длительный завораживающий аромат, черные орхидеи и масло пачули. Сумасшедший классный аромат, и вот этот вот я просто обожаю, и гель для душа у меня, мне нравится, как пахнет, очень хорошо размыливается, мне нравится то, что вся ванна благоухает данным мылом, и мне нравится то, что данное мыло не сожид кожу рук. А вот этот вот аромат лаванды мне напоминает гель для душа от Ив Рошей от Жардин Дюмон, которая раньше была серия с лавандой, очень сильно мне нравится данное мыло, и всем могу смело его порекомендовать, эти все мыльца очень хорошие. Следующее, что хочу показать, это пена Арко, пена сенситив для чувствительной кожи, могу сказать то, что очень хорошая бюджетная пена, которая стоит в пределах с копейками 140-150 рублей, и пена действительно, ее хватает надолго, она не вызывает никакого сухости, жжения, шелушения у моего супруга, хотя у моего супруга тоже после бритья кожа бывает чувствительная, ему в принципе нравится эта пена, но если вы достаточно медленно бреетесь, вы наносите пену, там чего-то ждете, ходите, блуждаете, то пена будет подсыхать от такого действия, мне кажется, любая пена будет подсыхать. А здесь вам нужно просто нанести, побриться, и все будет здорово, все хорошо, достойная пена, за свою стоимость, смело могу порекомендовать. Хорошая пена, что о ней сказать. Следующее, что хочу показать, это моя находка, и наверное это открытие этого года, это Дезодорандаф Гоу Фреш, свежесть огурца и зеленого чая. Да, действительно яркий аромат, идет огурчика и зеленого чая, и этот антипреспирант я использую просто дома. Он настолько сильный у него аромат, что он прибивает абсолютно все ваши парфюмы, все туалетные воды, мне кажется, даже духи бьет любые масляные, какие угодно стойки. Слишком термоядерный у него аромат, у него такая обычная крышечка зелененькая. Но в плане Дезодоранта для дома, антипреспиранта, очень даже хорошая, мне в принципе нравится. Я его использую только дома, и в последнее время вот именно свежесть, аромат огурчика и зеленого чая, мне что-то так сильно стало нравиться в плане вот косметики, да, потому что пахнет чем-то таким, знаете, свежим, травянистым и никаким не навязчивым. Так что тоже, если встретите, попробуйте, купите, я думаю, вы тоже останетесь довольны от этого аромата. Так, следующее, что я купила, и это фаворит лета, это облепиха Сиберика, как я вам и говорила, о том, что я купила себе данный шампунь на скидках в магните, и мне он очень понравился. Вот впечатлил меня данный шампунь, он справляется с поставленной задачей, волосы у меня, вот лично мои волосы он не пересушивает, у меня никаких нареканий к нему нет, поэтому я взяла себе эту упаковку в запасы. Он замечательно смывает масляные маски, достаточно, я бы сказала, практически до скрипа он очищает, и если после вот этой вот маски наносить какую-нибудь маску, либо бальзам на волосы, я хочу, кстати, купить еще бальзам вот этот вот, облепиха Сиберика, попробовать их до этого, посмотреть, как они будут работать. Ну, думаю, на следующих скидках в магнит-косметике я обязательно попробую, куплю, и, ну так, что можно сказать, почему в магнит-косметике на скидках? Потому что сейчас у меня есть уже шампунь, а на скидках покупать всегда приятнее, вот этот стоил 131 рубль минус скидка, то есть практически девчонки копейки, а работает этот действительно шампунь очень хорошо, так что я вам смело могу его порекомендовать, он подходит для всех типов кожи, и написано то, что это профессиональный максимальный объем облепиховый шампунь. Очень-очень сильно мне понравился, смело могу порекомендовать. Так, следующее, что я купила, это тоже была покупка на скидках, это Глискур, экстремальное восстановление экспресс-котиционер. Это двухфазное средство, наверное, все знают эти штучки от Глискур, для сильно поврежденных волос. Я использую это средство именно по утрам, когда, к примеру, я утром встаю, я вижу то, что у меня волосы очень сильно запутанные, к примеру, я просто несколько пшиков делаю на волосы и расчесываю свои так волосы. Они минимально травмируются, и тем самым, в принципе, вроде как производитель пишет то, что они должны восстанавливаться. Ну, хочется в это верить. Здесь обычная такая спрей-пульверизатор, упаковка пластиковая. Единственный минус у данного средства, у него прям дикий аромат идет, прям сильный-сильный аромат, который остается на ваших волосах. Так что как-то вот так вот. Ну, а в остальном меня пока все устраивает. Но если еще по стечению времени, как он у меня закончится, он мне восстановит мои местами секущиеся кончики, я ему вообще буду дико тогда благодарна. А если вы пользовались данными средствами, конечно же, пишите в комментариях. Под видео мне будет интересно узнать ваше мнение, как вам такие вот средства от корни смывашки. И есть ли у вас какие-то такие любимые вещи, а не смывашки, производители бренда пишите. Давайте посмотрим, может быть, я себе что-то еще новенькое куплю. А такая вещь очень сильно, мне кажется, пригождается девушкам с длинными волосами, у кого волосы запутаются. Правда, с утра очень круто спасает, когда вам нужно причесать свои волосы, а они зверски запутались. Круто распутывает, и волосы такие, знаете, блестящие от этого средства. Следующее я хочу показать, это роскошная мягкость, гель-крем для душа от Пол Марио Девчонки. Это мой просто, наверное, любимый гель для душа был, крем-гель для душа во время беременности. И сейчас я его купила, и могу сказать, девочки, я просто сейчас в нем утопаю. Конечно же, он не смывается стопроцентно, к примеру, с тела, как гель для душа от Ифраше. Но, в принципе, чуть-чуть поставить подольше по душам, иной раз сейчас, когда холодно в квартирах, это даже большой плюс. Я его купила по мега-классной скидке в магните за 159 рублей. Без скидки он стоит 300 рублей, то есть половину цены я его взяла. Я могу тоже смело вам порекомендовать, кто любит аромат именно вот этого, черная орхидея. Это просто крутецкий аромат, так что удобная помпа-дозатор, с удовольствием я его пользуюсь. Я тоже смело могу вам его порекомендовать. Следующее, что я купила, это будут покупки уже от Сибирского здоровья. Здесь у меня всего три позиции. Первое, что я взяла, это вот такое вот мыло. Мыло у меня идет это с горной лавандой. Я его купила для Кирюшки. Мне очень сильно нравится, как оно работает именно на нем. Оно хорошо успокаивает. Оно еще здесь зафольгированное. Я его еще не открывала. Сегодня, кстати, поставлю его в ванну. И Кириллу, и мне нравится, как оно работает. То есть оно замечательно пенится. И вечером просто принять с ним душ, в ванную. Ребенку нравится. И не вызывает никакого ни зуда, ни высыпания, ничего такого. Наоборот, даже успокаивает. И летом, когда у нас была потничка, я этим мыльцем пользовалась. И могу сказать, что действительно успокаивала кожу. Так что всем мамочкам могу порекомендовать данное мыльце. Следующее, что я купила, это был вот такой вот бальзам для умывания. Называется Нур, травяной бальзам для умывания. И здесь у нас активные растительные ингредиенты. Кранулы жжоба, экстракты сибирских ягод и алоэ вера. Мне даже кажется, вот этот травяной бальзам, здесь его объем 80 мл. Он даже немножечко увлажняет кожу. У него, попробую сейчас показать вам такую текстуру, если будет действительно видно. Есть небольшие гранулки, если будет видно. Видите? Это, кстати, у меня подводка. Я вчера была в Магнит Косметик, тестила подводку от Vivienne Sabo. Vivienne Sabo, да. Это у них по скидке. Ну вот, возвращаясь к этому бальзаму для умывания. Здесь такие гранулки есть, но их слабо видно. Которые просто лопаются. И мне кажется, это именно масляные гранулки такие, которые и увлажняют, питают вашу кожу. Я сейчас вовсю пользуюсь, тестирую его, пытаюсь понять. Конечно же, потестировав, я уже вам потом позже о нем расскажу. Но срок годности 6 месяцев. Приятно, кстати, пахнет и хорошо освежает кожу. Так, следующее, что я хочу показать, это вот такой вот у меня идет, такая вот точнее маска. Идет сибирский Алтан, увлажняющая маска для обезвоженной кожи. Здесь ее объем 75 миллилитров. Активные ингредиенты здесь растительные. Масла ши, виноградных косточек, кукурузы, экстракт жаншени, облепихи, радиолы розовой, экстракт бодяги. Вообще, на самом деле, мне понравилось тем, что тут прям сумасшедше опять написано, что делает эта маска. Простая обычная туба, я еще ей не пользовалась, она еще все запечатанная. Как я ее воспользуюсь, я обязательно либо пост в инстаграм сделаю, скорее всего, даже пост в инстаграм. При первом своем нанесении на кожу я оставлю там. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, мискик9970. И давайте с вами дружить. Конечно же, подписывайтесь, чтобы просто не пропустить какие-то интересные посты. Так что вот эту масочку, как по тесту, я обязательно оставлю там пост. Ну и здесь обязательно о ней расскажу, либо в своем уходе, либо просто сделаю, может быть, какой-то отдельный обзор. Так, следующее, что я хочу показать, это три продукта декоративной косметики, которые я совершала, покупала. Первое, это вот такой вот консилер от Artvisage. Очень красивая упаковка, но, конечно, это все сотрется. Называется этот консилер, консилер Miracle Touch. У меня здесь оттенок 101, и вот здесь 6 миллилитров. Могу сказать, у него интересная кисточка, обычная простая кисточка. И он, я его пыталась один раз наносила под кожу, могу вам сказать, девочки, на кожу вокруг глаз, зону, да. Мне понравилось то, что данный консилер, он не сушил кожу. То есть он очень деликатно подсвечивает. Здесь, наверное, правда, есть какие-то светоотражающие частички. Данный, конечно, консилер, он немножко, мне кажется, даже нет, он не забивался ни в какие морщинки. Ну, вот сами видите, как он распределяется. Он достаточно плотный и очень приятно держится, чувствуется на коже. Он немножечко высветляет, и я им даже пыталась перекрыть какие-то несовершенства на коже. И неплохо он их перекрыл, но мельчайшие какие-то такие, знаете, покраснения, что-то такое прям минимально. Мне больше кажется, что вот это средство подойдет именно под зону под глазами. Еще раз повторюсь, у меня оттенок 101. И кисточка, девочки, если будет видно, то есть она вот такая вот обычная кисточка. И, конечно же, это просто нужно просто похлопывающими движениями мы вносим по коже. И, в принципе, пока меня все устраивает. Цена на него была просто дико бюджетная, стоила что-то в пределах 150-160 рублей. Следующее, мое, наверное, разочарование и не разочарование. Это вот такой вот гель, точнее карандаш для бровей от L'Oreal, брово-артист, эксперт. Это, я не знаю, новинка их это или нет, я просто не наблюдаю за новинками L'Oreal. Это, в общем, получается, карандаш для бровей, который с одной стороны здесь и щеточка, а с другой стороны, девчонки, это вот такая вот штучка. Вот такой вот треугольный должен быть карандаш. Так, сейчас сфокусирую. Ну, фокусируй. Мне нужно, чтобы ты вот сюда сфокусировал. Вот такой вот треугольничек, как вы видите, и карандаш выглядит вот так вот. Ну что, получится мне сфокусировать, нет? Вот такой треугольник. На самом деле, девочки, я им пытаюсь приноровиться, пользоваться. Очень мне тяжко это дается. Покупала его по скидке за 500 рублей, чтобы вы знали, его здесь совсем немножко, вот это все, что есть. И я им пользуюсь, наверное, неделю, и я приличное количество использовала. Минус его заключается в том, что, во-первых, неудобно им пользоваться, да, то есть надо приноровиться. И еще заключается в том, что он плешивит. Вот. Ой. Видите, сломала, девчонки. Ну, ничего страшного. Вот, вот так лучше видно, как он. То есть его еще меньше стало. То есть цвет мне очень сильно нравится, но он немножечко плешивит, его нужно прям хорошо прочесывать. Но цвет прям мой. Цвет мне подходит. И я могу сказать, что он не то чтобы восковый, он такой какой-то, знаете, у него формула такая очень интересная. Если переусердствовать, его можно просто вообще вычесать этой щеточкой. Короче, я больше его не куплю, простите за жиркон. Оттенок здесь где-то может быть написан. Вот сейчас посмотрим. Оттенок я не вижу, девочки. Нигде не написан оттенок. 26, но это не то. А, написано 102 Cool Blonde. То есть для блондинок. Cool Blonde. Но мне не понравился этот карандаш. Единственный его плюс, это его цвет. Все. Больше никаких плюсов в нем нет. И следующее, что я купила, это просто легендарная вещь, которая просто гремела в свое время на YouTube. Это Evelyn Cosmetic Advanced Volume. Это сыворотка для ресниц 3 в 1, объем 10 мл. Стоила она в пределах 200 рублей, 190 рублей в магнит косметик. Написано швейцарская рецептура. Здесь у нее получается вот такая вот щеточка. Могу сказать, девочки, одно. Данная вещь, пока вот я ей пользуюсь тоже уже, наверное, недели-две, я пока не заметила, что у меня как-то начали расти ресницы, или они какие-то стали, знаете, супер-пупер. Хорошая основа под вашу тушь. Она просто будет экономить действительно вашу тушь, потому что уже есть определенный слой на ресницах, и поверх у вас тушь ляжет, так знаете, добавит какой-то объем. Ну, по истечению использования я, конечно же, наверное, смогу вам что-то сказать. А сейчас пока скажу, что это неплохая основа по туши. Очень даже получается бюджетная силиконовая щеточка, которая очень хорошо прочесывает ваши реснички. не имеет практически никакой одушки, пока меня устраивает. Никакого зуда на глазах у меня нет, так что пока меня, в принципе, устраивает эта сыворотка. Она стоила достаточно бюджетно, если сравнивать, к примеру, с другими основами под тушь. Так что вот так. Такие вот, девочки, у меня были бюджетные покупки за последнее время. Если, конечно же, вам понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх. Вам это будет ничего не стоить, а мне будет это очень приятно. Конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить новые видео. И на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Потому что я всегда стараюсь как-то, чтобы там и там у меня было отмечено то, что у меня выходят видео, чтобы просто вы были в курсе. Конечно же, я буду рада новым друзьям. Берегите себя и своих близких. Я вам желаю хороших и выгодных покупок. А с вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всех люблю, целую. И всем пока-пока.